Студент из подмосковного Егорьевска Сергей Никитин сегодня тоже оказался в центре внимания СМИ. Сразу по двум причинам. Во-первых, он сорвал джекпот в местном зале игровых автоматов, выиграв у однорукого бандита 2 миллиона 400 тысяч рублей. Это абсолютный рекорд России. А вторая причина куда более скандальна. Своих денег студент так и не получил. Казино сначала обещало выдать их попозже, а потом обвинило Никитина в мошенничестве. Теперь он собирается требовать выигранное через суд. Георгий Гривен и передает с места событий. Миллионер Никитин возвращается домой на скромной «Газели». Будущий инженер-механик по-прежнему зарабатывает грузоперевозками и живет в доме у тещи. Хотя уже месяц как планировал обзавестить собственной жилплощадью. 2,5 миллиона выигранных в зале игровых автоматов должно было вполне хватить на двухкомнатную квартиру в родном Егорьевске. Но теперь студенту остается только вспоминать, как он стал миллионером. Часа полтора он крутил. Когда я засунул деньги и началась игра. Часа полтора он крутил. И накрутил 1250. В руках миг удачи, запечатленный на фото. Вот они, заветные цифры. Там человек 12, наверное, собрал. 4 работника зала и 8 посетителей, которые сидели смотрели за игрой. То есть это вот это, да? Да, да, да. Вот. Общая сумма выигрыша 4 миллиона 802 тысячи 745 рублей. Но так как аппарат 50 копеечный, удар 50 копеек, значит сумму делим на ду. Получается 2 миллиона 401 тысяча. Сфотографировав свое счастье, Сергей поспешил поздравить жену. Но Кристина Никитина пробыла миллионершей недолго, пока муж не пошел за оставшейся частью выигрыша. О чем мечтаете? На жилье своем. О чем? Главная мечта? Ну да. Новая квартира? Ну не новая, хотя бы квартиры. Как минимум своя, да? Ну да. Эта история яркая иллюстрация на тему особенностей национальных игр России. С одной стороны бешеные деньги может выиграть кто угодно и где угодно, даже студент в Егорьевске. С другой стороны в России выиграть 2,5 миллиона и стать настоящим миллионером это далеко не одно и то же. Несколько визитов Егорьевса в Москву, в центральный офис компании владельца озолотившего его автомата оказались безрезультатными. Сергей Никитин понял, никто платить ему не собирается, а потом и письмо получил с разъяснениями. В системной памяти самого игрового автомата не зафиксировано, то есть игры не было. То есть я не играл, я просто сидел, хотя были 12 свидетелей, 4 работника зала, 2 охранника, 2 кассира, 2 оператора. И 8 еще игроков, которые сбежались посмотреть, аппарат крутил, крутил и давал деньги. Каждый автомат запрограммировал на какой-то максимальный выигрыш. Выигрыш в таком размере данным автоматом невозможен. Миллионер за рулем «Газели» уже стал личностью широко известной в узких кругах Егорьевских игроков. В зале, где он выиграл 2,5 миллиона, теперь только и разговоров про то, были это или не были. И если были, то станут ли виртуальные пока деньги реальными. В любом случае должно быть вынесено заключение о том, что аппарат дал сбой или аппарат сделал все то самое, что должен был сделать. Значит, если сбой произошел, то игроку, к сожалению, принесут только извинения, вернут ему все его потраченные деньги, ну и поблагодарят за игру. Если автомат выдал ровно столько, сколько он может выдать, тогда и компания-оператор, и производитель должны будут выплатить ему соответствующую сумму. Но сам Сергей Никитин теперь твердо намерен бороться за статус миллионера в суде. Правда, еще надо накопить на хорошего адвоката. Его услуги, как правило, недешевы, а разводская вина по магазинам миллионер Никитин зарабатывает около 30 тысяч рублей в месяц. Георгий Гривин и Александр Павлов, Дмитрий Пронский, Павел Романов, НТВ, Егорьевский.